Яркое лето, яркие образы с магазином Меледи на спортивной 21 дробь 33. Мы все получаем вот такие квитанции, спешим заплатить по счетам. До 19 июня необходимо закрыть все коммунальные платежи. А иначе долг перейдет на следующий месяц. Однако есть и такие, кто годами не платит за квартиру. В Клинском районе злостных должников за коммуналку почти 15 тысяч. У некоторых сумма долга перевалила за 200 тысяч рублей, как выбивают долг с тех, кто привык жить за чужой счет. Расскажет Евгения Цветкова. Аварийный дом Намечникова. На 12 семей общий долг по квартплате более миллиона рублей. Жильцы давно перестали платить по счетам, наивно рассчитывая на списание долгов в связи с переездом в новое жилье. Здравствуйте. Хватова. К вам в гости. Разрешите. Юлия Хватова из тех, кто не платит. Долг по коммуналке 250 тысяч. В квартире проживает со жителем и тремя детьми. И оба официально безработные. Как же вы, получается, живете, если вы не работаете, ни муж не работает? Ну, он работал. Сейчас он просто переехал сюда ко мне. Но вы-то с диробетишками тут живете? Ну, у меня все квитанции-то у мамы. Я ни одной квитанции даже вообще не получаю. У меня мама приходит. Все на маму, все на маму. Эти детские отговорки к платежке не подколешь. А потому действовать судебные приставы вынуждены решительно. Если есть что-то подлежащее офисе ареста, я арестовываю. Но в основном техника, сотовые телефоны, телевизоры. Давайте, показывайте свое жилье. Там, правда, не убрана. Ну, что делать? Где мы только не бываем. И не убрана. Но кроме грязной одежды и хлама в квартире из-за мать нечего. Один компьютер и тот чужой. На этот раз девушка отделывается предписанием. Но это теряет терпение приставы. Последнее китайское предупреждение. Даже тот старенький компьютер уплывет у нас в счет погашения долга. И лишит детей радости. Вот маленькой. Понятно, да? Давайте, Юля, не забывайте. В любой вторник и четверг время я написала. Если человек добровольно не оплачивает долги, мы отправляем исполнительные листы по месту работы на пенсию и арестовываем счета. Люди активны тогда, когда получают половину зарплаты, когда у них арестовывают счета, когда получают небольшую часть пенсии. Вот тогда люди начинают трепыхаться. В данном случае приставы выяснят рабочие места всех жильцов этой квартиры и наложат арест на счета. А в квартире по соседству ситуация почти безнадежная. А по поводу квартплаты долга вы пришли? Я знаю. У вас не оплачено? Не оплачено, я не работаю, не инвалидность не даю. То есть вы и пенсию не оформляете? Еще у меня нету. Ну как же уже? Ну вот так вот. Мужчина живет в коммуналке. За свою комнатушку в 10 квадратных метров он задолжал 100 тысяч. Работать нет сил весь больной, инвалидность сняли, а до пенсии еще целых три года. Родственникова говорит тоже нет. Живет на подачке добрых людей. Ну в общем я пишу, что платить нечего. В этом доме тоже полно должников. Правда на бумаге. Мертвые души числятся живыми, потому и долги растут как на дрожжах. Здравствуйте. А взрослые тут есть? Клименов Александр Юрьевич. Он умер, да? Давно уже. А Соннов Валерий? А кто его знает? А где комната, где дверь Клименова, которая, как вы говорите, 10 лет на кладбище? Оставлять квитанцию даже некому. Либо покойному, либо в пустую комнату. Родственников у умершего нет, говорит сосед, поэтому сообщить о его кончине было некому. В этом случае приставы делают запрос в органы ЗАГС и подают в суд за прекращением исполнительного производства. Остальных должников предупреждать и уговаривать больше не будут. В ход пойдут все средства. От установки заглушки на канализацию до описи имущества и удержания половины пенсий и зарплат. Евгения Цветкова, Наталья Красавина. Новости дня.